В центре Бахтина Мордовского госуниверситета состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам организации тотального диктанта. Добровольная образовательная акция пройдет одновременно в десятках городов России и мира. Каждый желающий может написать диктант и проверить уровень грамотности. В прошлом году я, например, принимала участие в этом увлекательном занятии. Саранский тотальный диктант пройдет 16 апреля в 24-м корпусе МГУ имени Огарева. В Саранске добровольный тотальный диктант проводится в третий раз. С каждым годом участие в нем принимают все больше желающих. В этом году они будут писать текст из произведения детского писателя Андрея Усачева. В столице Мордовии одним из диктаторов, так себя называют преподаватели, диктующие текст, будет писатель Александр Снегирев. В 2014 году количество участников было 108 человек. В 2015 году, то есть в прошлом, уже 306. И мы надеемся, что количество участников в этом году тоже увеличится. Писать диктант можно онлайн в 15.00 по московскому времени. Или в студенческой аудитории. В Московском госуниверситете организовано 4 площадки, где все от мала до велика смогут проверить свои знания русского языка. В предыдущие годы диктант писали и первоклашки, и те, кому за 70. Любви к языку покорны все возрасты. И национальности. Уже не первый год писать русский текст под диктовку собираются иностранные студенты МГУ. У нас есть три поточные аудитории, которые в состоянии вместить 400 потенциальных участников тотального диктанта. Писать разрешается и в открытую, и анонимно, не подписавшись или указав свой никнейм. Но тем, кто уверен в своих знаниях, лучше поставить подпись. Есть шанс получить сертификат с отличием и даже небольшой памятный подарок. А тем, кто сомневается в своих знаниях, можно отказаться от оценки и узнать лишь количество ошибок. Оценка на диктанте вообще не главная. Ты хочешь добровольно написать диктант, значит, есть внутри тебя вот это стремление еще раз писать по-русски. Людмила Чекал, Андрей Просвиркин. Наши новости.